Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Сегодня у меня в работе моя клиентка, но покрытие не мое. Она хотела записаться ко мне в майские праздники, но я не смогла найти для нее местечко, а она не смогла ждать дальше. Поэтому пошла к другому мастеру. Мастера нашла по Авито. Работа эта стоила 750 рублей. Сразу скажу, на этих руках носится абсолютно все хорошо. Мне кажется, даже если база не покрывается, а покрыть просто цветом и топом, чтобы был глянец, и это покрытие относится. Так что от слоек нет, но вот сверху покрытие вот какое-то неровное. Вот знаете, прям хочется, я смотрю, мне хочется прям пальцем провести, проверить, действительно ли оно такое неровное и бугристое, как видит мой глаз. Потому что, ну как так можно сделать, я если честно не понимаю. Хотя в целом, смотрите, вот работа смотрится замечательно, все аккуратненько, далеко, ровненько. Но как только начнешь поворачивать в бок, сразу все вот эти вот бугры проявляются. Причем это заметила даже моя клиентка. Она говорит, когда я вышла от этого мастера, я посмотрела, во-первых, было много затеков, а во-вторых, да, возле кутикулы прям такой бугорочек был, потом ямка, и потом пошло всякими бугорками и ямками покрытие дальше. Я снимаю старый материал, и смотрите, я хочу обратить внимание, что очень много цветного покрытия. Вот когда я начала снимать цветное покрытие, я поняла, в чем дело. Скорее всего, это цветное покрытие, лак достаточно светлый, ложилось с проплешинками. Светлые оттенки, если еще и гель-лаки некачественные, очень трудно уложить в два слоя. Они дают проплешины, где-то более плотным слоем ложится цвет, где-то более неплотным получается проплешинка. И мастер, видать, хотела скрыть все эти проплешинки и наносила очень много цветного гель-лака, чтобы все это скрыть. И зная по себе, вот когда я с такими гель-лаками работала, конечно же, при таком большом нанесении гель-лаков, когда там третий, четвертый слой уже идет, конечно, получаются уже бугры, неровности. То есть, она подводила капельку к кутикуле, стягивала дальше, у кутикулы этот бугорочек был все больше, больше и больше. Ну и в конце мы видим то, что было в начале видео. Тем временем я приступаю к опилу. Пончики Stalix наклеиваю на деревянную основу. Радости клиента и удивления нет предела, мне это всегда приятно. Знаю, что на этих руках будет немного опила, мне нужно опилить только форму и поверхность, поэтому наклеиваю файл просто на половинку палочки. Экономлю. Отодвигаю кутикулу, открываю под кутикульный карман и выполняю маникюр. Все стандартно, ничего нового, поэтому просто смотрим. В каждом видео я повторяю, что на реверсе, ой, вернее на форварде слева, прохожу по ногтевой пластине, счищая остатки птерегия, прочищая боковую пазуху, могу счистить остатки птерегии, вернее остатки старого материала по боковой линии ногтя. Далее щечка фрезы работает непосредственно с упором в кожу, отодвигает ее, открывает под кутикульный карман и выворачивает все махрушки. На реверсе все те же самые движения, но с правой стороны. Продолжение следует... Продолжение следует... Ногтик готовы, наношу грунтовочную слой каучуковой базы, втираю материал в поверхность. Далее делаю укрепление, для укрепления выбрали камуфлирующую базу, это светло-розовая база с мелким-мелким шиммером. Будет очень яркий дизайн, будут яркие цветы и на таком ярком контрасте хотелось сделать основной фото какой-то такой нежный, нюдовый, но и блесточек хотелось добавить. Все-таки блестки делают покрытие более каким-то таким жизнерадостным, праздничным. Вот причина, по которой сегодня выбрали эту базу. Для дизайна мне сегодня нужен светло-розовый и ярких три оттенка. Это розовый, оранжевый и желтый. Светло-розовым я рисую подмалевок цветочка, пятилепестковый обычный цветочек, от края лепестка свожу кисточку к центру, край лепестка делаю таким вот широким, а к центру свожу в точечку. Нарисовала один цветочек и сверху рисую еще один. Не просушивая вот эту вот свою подложку светло-розового оттенка, я добавляю яркие цвета. По непросушенной подложке яркие цвета немножко растекаются и получается более плавный переход. Добавляю то ярко-розовый, то ярко-оранжевый. В общем, закрашиваю так, как подсказывает мне моя фантазия и как видит мой глаз. Не хватило яркости мне в оттенках, поэтому вторым слоем я добавляю по уже имеющейся подложке еще слой ярких цветов. Добавляю то розовый, то желтый, смешиваю розовый яркий с светло-розовым. В общем, миксую цвета так, как мне хочется и как кажется, что будет смотреться красиво, ярко и выигрышно. На лепестки наношу, стараюсь нанести два цвета и в переходе, конечно же, цвета стушевываю между собой, чтобы был плавный переход. Для этого просто кисточкой делаю вертикальные движения, как мы делаем при обычном вертикальном градиенте. Черные гель-краски теперь тоненько прорисовываю все лепесточки. Где-то линия, в основном по краю лепестка, линия такая вот более толстая, а к серединке линия сходит к минимуму или вообще исчезает. Ну, собственно, так прорисовываю все лепестки. Ставлю точечку черного цвета в серединке и мелкими штрихами вытягиваю цвет на лепестки. Продолжение следует... Белая гель-краска рисую круг из маленьких точек, ну, типа этой тычинки. Осталось перекрыть все ногти топом. Вот такой маникюрчик получился. Нежная миговая основа и яркий бросок дизайн. Вот такое видео сегодня получилось. Надеюсь, вам было со мной интересно. Если это так, жду от вас лайк. Если понравился дизайн, оставляйте цветочек в комментарии. Спасибо, что были со мной до конца. Всего доброго. Хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok